Итак, для тех, кто счастливо прожил свою жизнь в тайге И до сих пор ничего не знает о Собянинской реновации Я коротенечко поясню Дело в том, что московские власти приготовили для москвичей очень неприятный сюрприз А именно программу реновации, по которой вполне добротные хорошие хрущевки И не только хрущевки, но и другие дома, которые имеют несомненную историческую ценность Попадают под снос А жителей из этих домов выселяют в бетонные коробки куда-то в другие места Чем это плохо? А тем, что прежде всего те районы, в которых есть хрущевки Это районы так называемой старой советской застройки И в этих районах тогда были предусмотрены не интересы стройкомплекса А нормы, строительные нормы То есть в этих районах больше избалансирование социальная инфраструктура Я имею в виду школы, детские сады, больницы И надо сказать, что прежде чем программу реновации провести в Москве Ее опробовали в начале нулевых на Питере Но в северной столице эта программа не прошла Жители там активные и хорошо держались за свою частную собственность В результате в 17 из 23 районах эта программа остановилась Почему? Потому что жители, во-первых, активно сопротивлялись Во-вторых, активно обращались в суды Что такое программа Собянинской реновации? Это не что иное, как конфискация частной собственности у людей Просто отъем их имущества В Москве учли уроки Петербурга И приняли такой федеральный закон Чтобы отстаивать свои права Было крайне неудобно Но, дорогие москвичи, вы большие молодцы Потому что весной этого года Это была потрясающая совершенно заявка на успех Это были мощные многотысячные митинги против реновации И сейчас осталось просто полирнуть этот эффект И выкинуть уже свой дом из программы реновации И победить И вот именно для этого я разработала для вас эти советы Пользуюсь опытом людей, которые реально борются против реновации Это Керри Гогенбергер, Варвара Грязнова, Игорь Бакиров, Юрий Иванов и Ольга Виноходова Совет номер один Прежде всего не отчаивайтесь И не верьте тем, кто говорит, что ваш дом плох Что он морально устарел Это все делается для того, чтобы снести ваш дом И воспользоваться той землей Золотой землей, на которой он стоит И построить там очередное бетонное Никому не нужное, неудобное для жизни сооружение Участвуйте в выборах муниципальных депутатов активно Вам нужны свои муниципальные депутаты Проверяйте списки муниципальных депутатов своего района Заходите в профили соцсетей вот этих людей, которые баллотируются Смотрите, что это за люди Проверяйте, что они реально делали для вашего района Если нету такой информации И есть только информация о том, что человек хочет пойти на выборы и победить Этого мало, надо насторожиться И обязательно отправляйте вопросы, конкретные вопросы своим будущим депутатам Спрашивайте, как вы защитите мой дом от реновации Третье Обязательно активно участвуйте в собрании собственников, жильцов вашего дома И делайте так, чтобы ваш дом выходил из программы реновации Это возможно, это реально И если мы возьмем уже сейчас существующий опыт Мы узнаем, вот, например, Игорь Бакиров очень активно посетил десятки таких собраний Его заявление следующее, что в девяти случаях из десяти людям удавалось победить И удавалось исключить свой дом из программы реновации И по заявлению активистки из района Хорошова-Мневники Из двадцати четырех домов, которые попали в программу реновации в этом районе Треть удалось отстоять именно благодаря вот этой процедуре Активному участию жителей, которые выступали против реновации на собрании жильцов дома Четвертый совет Ходите, агитируйте, информируйте, разговаривайте со своими соседями Рассказывайте им, что такое на самом деле собянинская реновация Почему? Потому что против людей ведется агитация Против людей идет пропаганда У людей нету нормальной, достоверной информации Вот почему так важно просто разговаривать с ними, убеждать их И здесь очень важно приезжать, например, в дома, которые сейчас сданы Для того, чтобы туда выселялись из пятиэтажек И просто фотографировать, делать видеосъемку, как выглядят эти дома Я вас уверяю, что после такой серьезной работы Вы приобретете массу своих, я не знаю, активнейших сторонников Которые будут вас поддерживать на вот этом самом общем собрании Пятое. Проводите видеотрансляцию, живые стримы с собранием Если так получилось, что собрание уже было проведено Не отчаивайтесь, это не значит, что вы проиграли Добивайтесь того, чтобы это собрание было сделано еще один раз Чтобы оно было проведено повторно Это возможно Что дает прямая трансляция? Во-первых, вы фиксируете все нарушения Во-вторых, вот по опыту Юрия Иванова В пяти случаях, когда он проводил прямой стрим собраний Вот каждый раз удавалось побеждать И исключать эти дома из списка реноваций Шестое Будьте готовы к противодействию Будьте готовы к тому, что придут агрессивные люди Что придут провокаторы Будьте готовы, что придут какие-нибудь бабушки Которые будут скандалить совершенно по любому поводу Как себя вести в этом случае Лучше, если вы заранее в своей группе договоритесь С самым спокойным, с самым выдержанным человеком Который возьмет провокаторов на себя Который не постесняется вызвать полицию И который будет просто отвечать на все вот эти вот провокационные вещи Которые просто хотят отвлечь все внимание собрания на себя Который сможет просто с ними спокойно поработать Седьмое Будьте готовы к нарушениям Идеально, если вы пригласите юриста Но если это не получилось Если юриста нет, ничего страшного Вы жители И вы должны сами знать законы Может быть даже лучше, чем юристы Дело идет о вашей собственности Вы должны знать жилищный кодекс Статьи СОС 44 по 48 Вы должны знать приказ Минстроя номер 937 И вот совет от Ольги Виноходовой На каждое нарушение обязательно составляйте акт И пусть три свидетеля подписываются под этим актом Затем вы пишете в прокуратуру В прокуратуре делаете преамбулу Описываете четко, что происходило Какие были нарушения И прикладываете обязательно акт И, конечно же, вы указываете те конкретные статьи закона Которые были нарушены И в этом случае вы просто сделали всю работу за прокуратурой И, собственно говоря, о чем говорит Ольга Она говорит о том, что после того, как они провели вот такую работу у себя Прокуратура, как миленькая, начала работу И начала заниматься вот этими случаями нарушений на собраниях Восьмое Если вы отбили свой дом Поздравляю, делитесь своей хорошей практикой Но не расслабляйтесь И девятое Это персональный совет от Екатерины Шульман Обязательно начните заниматься Приватизацией земли под вашим домом Если у вас есть еще какие-то идеи Если что-то реально успешно работает Пожалуйста, делитесь этой информацией Делитесь этим видео Спрашивайте у людей Потому что вместе мы должны победить эту гидру Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому